Яркое солнце, свежая зелень деревьев, алые гвоздики в руках людей. Все они пришли почтить память своих близких, когда-то защитивших страну от фашизма. В первых рядах возлагают цветы к мемориалу руководители города и края. Во время Великой Отечественной на фронт ушел каждый пятый житель края. На Алтае сформировали 15 дивизий. Военкоматы призвали почти 567 тысяч человек. Погибли больше 240 тысяч. У меня здесь фамилия деда, самого-то, конечно, нет. Вот я иду со слезами. Старшие братья мои мамы, трое Козловых. Иван, Степан и Андрей. Погибли? Все трое? Да, трое погибли. Папа у меня воевал. Если бы не было победы, неизвестно, что было бы с нашей страной. Поэтому преклоняемся и помним. Мы учились в четвертом классе в то время. Нашу школу освободили для раненых. Наш класс взял шефство над больными, ранеными, которые положили в наш класс. И мы каждый день ходили к нашим бойцам, пели им песни, лепешки приносили. Многие из тех, кто пришел почтить память, сами помнят те страшные военные годы. А кому-то о них рассказывали бабушки и дедушки. Я в этот день вспоминаю своего деда. Он тоже воевал, он освобождал Польшу. И мне очень обидно всегда читать, когда польские власти, вот очень хочется ассоциировать с народом, я думаю, мы будем говорить, польские власти сносят памятники советским воинам. А я помню, как мне дед рассказывал, как там сложили головы его друзья-однополчане. А искренне хотелось бы пожелать всем нам, всем барнаульцам мирного неба. Очень важно сохранить память. Как нам Роберт Рождественский говорил же, это нужно не мертвым, это надо живым. Это правда надо нам, чтобы мы вот так вот мирно и счастливо жили. Хочу, чтобы всегда было голубое, чистое небо, и чтобы был везде, всюду мир. Не только у нас, во всем мире, чтобы было чисто, спокойно. И всех с праздником. Татьяна Голубева, Владислав Ковалев. День с толком.